Вы знаете её имя. Вы слышали её голос. Теперь она снова с вами. Культовая радиоведущая Ксения Стриж в программе «Стриж тайм». Всем доброго вечера. Добро пожаловать в программу «Стриж тайм». Иван Ветров сегодня любезно согласился помочь мне. С удовольствием согласился. В этом деле, да. Привет, Ваня. У Паши очень важные дела на следующей неделе непременно. Будет, а в гостях у меня легенда жанра. Хулиган, как вы заметили сейчас по песне. Тот ещё хулиган. Легенда шансона Вилли Токарев. Вилли Иванович, здравствуйте. Здравствуйте, очаровательная Ксюша. Здравствуйте, зрители радиошансон суперпобулярной радиостанции в мире. Её слушают везде. Я был вот в Австралии недавно. Там тоже её слушают, в вашей радиостанции. В Америке. Везде живут наши люди, и они обожают это. Это правда. Наши люди везде даже. Иногда это пугает многих. Вы как свет в окошке, хочу вам сказать. Вот часто вас приглашают на разные телешоу, там, и не только в качестве такого почётного гостя. Время от времени мы с вами пересекаемся на тех или иных программах, да. И вот удивительное моё личное наблюдение. Вам все нравятся. Вы всем говорите комплименты. Вы всегда в каком-то таком вот восторге от всего происходящее. Вот меня удивляет. Неужели вас ничего и никто не раздражает? Как вам это удаётся? Меня очень любят люди. Я иду по улице, я не могу пройти. Это правда. Из машин кричат, Вилли, мы тебя любим. В аэропорту. Где бы я ни пил, даже за границей. Я, знаете, не то, что привык к этому. Это, конечно, очень приятно. То есть вам никто не портит настроение? Абсолютно. И поэтому вы тоже так же живёте. Я тоже никому не порчу настроение. Я только пишу свои песни, которые мне очень нравятся. Ну вот смотрите, вы мне сейчас вот перед эфиром, во-первых, друзья, я вам могу сказать, что полчаса было непрерывного рассказа таких замечательных каких-то историй, понимаешь, Вань, где они как выступали, вспомнили и 40 лет назад, и 30 лет назад, и 20. Я думаю, боже мой, столько у меня информации. А что уже говорить-то в эфире? Я уже всё знаю. Но тем не менее, самая главная новость, конечно, я её не знала. У меня в руках какое-то издание. Это американская суперпопулярная студия NBC. NBC. W. NBC. Часть и тело. NBC. Где написано, что русско-американский... Популярный русско-американский певец Вилли Токарев написал в день инаугурации и подарил её Трампу. Трамп-лиссима, песня Трамп-лиссима Америка. Это состоит из двух слов. Трамп и трамплин. Это я придумал такое слово. То есть это ваше авторское. Да, после этого у меня было масса телевидных. Английская, немецкая, голландская. И вот NBC тоже написала. Ассоциальный пресс. Американская печатная компания и NBC. И это значит, что меня признали и в Америке тоже. Да, ну, наконец-то, что называется, да? Интересно, а Трамп-то услышал, нет? Да. Меня его жена забросала письмами. Я вот забыл взять сегодня. Серьёзно, что ли? А как вы туда прорвались-то? Я не прорвался. Я написал песню. А, просто. И где-то поставили. И журналисты там, я дал журналистам и попросил в Белом доме, когда мы были, инаугурация там, попросил её передать Трампу. Они передали. И вот эта песня так сыграла свою роль. Я эту песню писал с надеждой, что с приходом Трампа улучшится отношение Америки. Ну, все так надеялись. Ну, ничего. Я считаю, они разберутся. Увидите, Россия, Америка будут очень в хороших отношениях. Когда это, не могу точно сказать, но это будет. Без этого невозможно. Это необходимость, в которой мы и так нуждаемся. Ну, а я предлагаю... На этой оптимистической ноте я предлагаю прерваться немножко, чтобы... Наладить отношения с нашими рекламодателями. Да, да, да. Немножко денежек заработать. Да, да, да. Мероприятие. Ага, то есть туда на корпоративчик летаете? Да, у меня было два концерта. Вот. И я там... И побыл в Нью-Йорке немного, посмотрел концерты там. Вот. И вернулся опять сюда. Потом, в 20-м, снова улетаю в Сиэтл. Там выступление у меня будет. Ну, это здорово, понимаете, что... Но я могу сказать, что больше у вас, наверное, концертов, как ни странно, а может быть, скорее всего, это к радости, там, нежели здесь. Потому что здесь в большинстве своем каких-то общих концертах. Вот будет «Разгуляй» у нас там, да? 17 ноября. Вы будете? Нет, знаете, в России очень много концертов у меня. Я не вижу афиш в ваших. Мне кажется, корпоративы. Как-то так потихоньку. Как вам будет «Самара» делать афиши для вас? Я выступал в Самаре. А, нет, я имею в виду Москву. В Таллине я выступал. Во многих городах. Здесь, в Подмосковье. Это не прекращается, понимаете? Они не так часто, как это было раньше. Но Россия, конечно, это главный поставщик моей работы. У вас, я помню, была традиция. Это я была еще ребенком и отдыхала с папой в Сочи, в санатории «Актер». И каждый год вы приезжали в Сочи, обязательно там выступали. И мы обязательно ходили на этот концерт. Может, потом заходили к вам кулисами. И мне было лет там 13-12, сколько, я не знаю. У вас была традиция именно вот в Сочи. У вас и песня есть про это как-то. Да, в Сочи. Да, про бездуховную Ларису, залетную, про вероломство. Хорошо, расскажите, у вас есть, вот вы действительно народная любовь. И вы, в принципе, можете уже ничего нового не записывать. И уже можете ничего нового не пополнять в свой репертуар. Просто приезжать и петь любимое. Я не могу, но не могу. Потому что у меня мелодия, у меня рой мелодии в голове. Я даже просыпаюсь и бегу скорее записать мелодию или на диктофон, или на бумагу. Это постоянно длится. Я все время выпускаю новые песни, новые альбомы. Вот сейчас выходят у меня два альбома. Один в стиле шансон, другой следующий. Вот у вас, я подарил, моя лирика. Еще выходит новая лирика. Я обожаю вашу лирику. Спасибо. Это ваш конек, я считаю. Да, да, вы правильно сказали. Потому что 85% моих пластинок, а я выпустил 40%, там лирика у меня. И главное мне сделать такой комплимент, что ваши песни ни одна не похожи друг на друга. С такими оригинальными текстами. Ну и я пишу аранжировки тоже сам. И даже записываю все сам на студии. Как будто бы это оркестр. И бэк-вокал я пишу тоже сам. Потому что очень трудно найти бэк-вокалиста, который чисто поет. Я работал в ансамбе «Дружба» с Игидой Пьехой и Александром Броневицким. И там меня научили искусству вокала. Но это еще и очень бюджетненько. Я могу все спеть. Вот моя песня «Журавли», скажем, «Ремяембаринг». Обалденная песня. Так могут петь только вокалисты. Ну, с большим талантом пения. Я себя считаю автором, который поет свои песни. Но, тем не менее, вы открыты к предложениям, чтобы, например, с кем-то сделать дуэт там или... С удовольствием, никогда никому не отказывай. И никогда не отказывай, куда поехать. На Северный полюс. Никогда не установил правил. Дайте мне такую гостиницу или машину. Никогда. Или еду вот такую дайте. Я человек очень толерантный. И всегда понимаю того, кто мной занимается. Потому что быть нормальным, добрым человеком – это самое основное. Нет, ну что, неужели вот нету как... Ну, не может же быть, чтобы не было каких-то недоброжелателей. Но вы же живой человек. У любого человека есть вот... Я вам честно скажу. Или вы их просто не знаете. Я вам пример приведу. Один журналист встречает меня в Вашингтоне. И говорит, Вилли... Да, мы были с ним вот в интервью. Вилли говорит, я вот был в Австралии, в Европе, везде. Я искал негативное о Вас мнение. Среди живых людей, печати, ничего не нашел. Поэтому надо так жить вот правильно. И тебе будет очень легко жить. Я ни о чем даже не думаю. У меня нет такого, чтобы я мог задуматься, вот, что они так плохо обо мне говорят. Нужно просто быть самим хорошим, и люди поймут. Старинная еврейская пословица есть. Если ты не ешь чеснок, от тебя чесноком не пахнет. Так, мы... Самое главное, я пишу песни, которые им нравятся. Вот это мой канал, который соединяет нас, меня и моих поклонников. Нам нужно прерваться, да? Да, я сейчас буду плохим человеком, который... Давай, у нас плохой, хороший следователь. Ваня, у нас плохой следователь, а я хороший. Я говорю, сейчас мы вернемся. Валя, нет, не скоро. Две минуты, и все. Стриштайм. Всем добрый вечер, друзья. Вилли Токарев, мой сегодняшний гость. Вы так нежно, Вилли Иванович, говорите об Америке. И как-то и с удовольствием действительно верите, что у нас наладится отношение, во что я тоже несказанно... Ну, хочется мне так думать, что это так и случится. Но, тем не менее, смотрите, то время, когда вы уезжали, вот эта иммиграция была. Ведь очень много знакомых моих родителей тогда уезжало. Все это было сопряжено с такими трудностями. Ну, все, провожали это просто как на тот свет. Предатели Родины. Предатели Родины, конечно, все. И там люди сталкивались с большими проблемами. Не сразу все складывалось так, как хотелось. Да, вот я хотел поправить. Вот, кстати, вот это предатели Родины, только в России существует такое определение. В любой стране можешь поехать, в любую страну. Конечно, естественно. Тебе никто не скажет, что ты предал Родину. Так вот сейчас... Люди уезжали по причине, ее надо узнать, и почему она. Так вот, дело в том, что вот не жаль ли, что все-таки вот этот отъезд, вот эти все сложности, и то, что вы и таксистом работали, и медбратом. Ну, вот там не сразу же вы стали реализовываться... Нет, конечно. Я приехал на юг с пятью долларами. Да, да, я знаю это. Так вот, сейчас вот так вот, положа руку на сердце, ведь лучшие годы, можно сказать, да, расцвет самый. Вы там вот провели в таких вот трудностях, а сейчас слово иммигрант как такового, понятия такого нету. Вот нет такого, ну, не знаю, ни сожаления, ни горести, ну, какой-то такой... Нет, я знал, зачем я поехал в Америку. Я поехал, чтобы сделать то, что невозможно было сделать в Советском Союзе. Это не просто что-то такое было, ну, просто была цензура, и я не мог ее нарушать. Я вообще законопослушный и здесь, и там. Я никогда не нарушаю законы. И мне удалось сделать, во-первых, заработать 25 тысяч долларов для того, чтобы пластинку выпустить, реклама по всему свету, издать пластинку долгоиграющие и кассеты. Вот. И на это ушли эти деньги. Когда я выпустил в шумном балагане, это было что-то. Бомба. Мой мир перевернулся с ног на голову. Меня засыпали чеками, money order. Я заработал кучу денег. Купил квартиру свою на берегу океана. То есть стал на уровне среднего американца. Да, я вас заработал. А потом, когда меня пригласил госконцерт Союза СССР в 89-м году с гастролями по Советскому Союзу. И зачем вы приехали? Так все хорошо. Ну, да, да. Я, знаете, я заработал такие деньги, что я вообще и машину купил, и все у меня было. И, главное, вернулись прямо к пучу. Был и во время пучи, да, был. Ну, знаете, я не считаю, что я должен бояться чего-то. Я всегда любил мою родину там. Для меня родина – это самое главное, что есть в моей душе. И на всю жизнь. Я Россию очень люблю. И посвятил ей очень много песен. Я вот смотрю на вас, сколько вот лет мы знакомы, да, и даже когда не были знакомы, просто я как просто зрителя, обыватель, поклонница ваша, смотрела на вас, думаю, какой же вы модник. Причем, ладно, тогда вы были там помоложе, там, понятно, это было. Но вот сколько бы вам не было лет, а сколько – не важно. Все ваши. Вы, вот у вас есть свой какой-то стиль, у вас есть какие-то предпочтения, кто занимается вот вашим стилем? Мы или вы сами? Я сам дизайнер своей одежды. А началось это вот откуда. Когда я после школы ушел в Батумское мореходное училище, вот я стал моряком торгового флота. И прошел весь свет. И меня советского очень поражало, как они одеваются красиво. Я все это впитывал. И потом это стало моим эталоном. Я стал одеваться, ходить в магазины, которые продают то, что мне нравится. И вы никогда не увидите меня в джинсах, вот только где-нибудь в лесу, может быть, да? Я всегда, даже когда выношу мусор, скажем, если нет мусоропровода, корочки, лак. Я всегда одеваю, всегда нормально, потому что бабушки сидят, они будут говорить плохо. Это моя кредо. Боитесь бабушек-то, да? Я предлагаю теперь послушать песню. Называется она «Моя звезда». Это новая песня? Первая, первая. А почему первая не хотели? Мы не хотим. Это у нас компьютер, чтобы дает такой. Да, «Моя звезда». Эту песню посвятил моей Джулии, очаровательной Джулии, моей супруге, которой я не перестану восхищаться всю жизнь. Она это все. И юмор, и мать моих двух очаровательных, талантливых детей. И я им несколько песен подарил. Вот у вас пластинка «Джулия» называется. Это тоже для нее. И главное, что эти песни нравятся тем, кто слушает меня в концертах. Моя звезда, это я также адресую, поклоннику моего творчества, слушающих нас сейчас на радио «Шансон». Триштайм. Снова на радио «Шансон». Эвили Токарев, мой гость. Качает прямо, да, песня? Качает, качает. Спасибо. Вот время, да, 21 век, время гаджетов всевозможных. Не обязательно совершенно, вот даже видео, я не знаю, кто смотрел, совершенно не обязательно оркестра, еще чего-то, компьютер, да, один человек, и вот это, как вы к этому относитесь? В общем-то, это удобно, это мобильно для... Знаете, даже можно с большим оркестром сделать плохо все. Я свои песни делаю один, вот я уже говорил, да, записываю весь оркестр, бэк-бэкал и так далее. И я слежу за тем, чтобы это было на уровне. А поскольку у меня есть вкус и эрудиция, я не могу ошибиться. И поэтому все песни, которые я выпускаю, они находят положительный отклик, а это самое главное для меня. Вот вы открыты к различным предложениям, и там не проще там что-то спеть и с молодежью, да, может быть, и с удовольствием. с детьми я пел. Я очень уважаю, потому что обычно это признак старости, когда начинают ругать молодежь и говорить, вот в наше время, да, сейчас. Это очень здорово. А что вот из современного, что вот из нашего времени, вот из того, что сейчас, вот здесь и сейчас происходит, что привлекает ваше внимание? Что вызывает, может быть, у вас какой-то восторг, вот чего не было раньше, а сейчас вам это, вам это очень любопытно, вам это очень нравится. Неважно в какой области, просто, вот что привлекает ваше внимание сейчас? Меня привлекает высокое искусство того, что автор делает. А этого нельзя скрыть, понимаете? фальш, бездарность, ее всегда видно. Поэтому можно получить удовольствие от ведущего, удовольствие от передачи какой-то, удовольствие от новой песни, от ее аранжировки, исполнения, и от того, как человек говорит. Вот я на радио, я должен сказать, вот я сюда шел к вам, одна девушка мне позвонила, попросите Катю Стриш спеть вашу песню. Ксюша, Ксюша. А мужик, Ксюшу, извините, Ксюша, попросите спеть песню, вот моя звезда. Спасибо, что вы исполнили ее желание. И я хочу сказать, что вот это самое главное, быть человеком, понимающим то, что является плохо, и что хорошо. И тогда ты не будешь делать плохо. В общем-то, в общем-то, логично. Соответственно, в принципе, наверное, как я предполагаю, хотя это меня восхищает, мне это не дано, у вас нет ничего, о чем бы вы жалели, о чем бы вы, ну, как-то так вот, если бы можно было бы это вычеркнуть из жизни, вот этот эпизод, я бы его вычеркнул. Нет, что вы, я получаю удовольствие, вот просыпаюсь, вижу солнце, или даже туман, я радуюсь жизни, что наступает новый день, и он принесет мне какие-то радости. И я счастлив, что я живу вообще на свете, счастлив, что я позвоню кому-то из друзей, или мне позвонят, что у меня будет концерт вот сейчас, и я буду получать удовольствие от общения с моей аудиторией, которая после концерта заставляет меня стоять на сцене больше, чем длился мой концерт. тоже я даю автограф, фотографируюсь. А вот знаменитые ежедневные токаревские 100 граммов, они по-прежнему присутствуют в вашей жизни? Это мое суперобязательное лекарство. Я пью немного, но это немного является чудесным лекарством. Пить много категорически запрещаю себе и Джулии, и также желаю этого другим, потому что это количество 30 граммов по три раза в день, оно расчищает бляшки, кровь чистит, хорошую память делает, аппетит и хороший сон. Согласна. Согласна. Ну что, мы сейчас, наверное, прервемся, я так понимаю. Да, да, у нас аппетиты тоже немалые. Поэтому немного рекламы, заработаем денег, после чего вернемся. В эфире Стрешталь. Мой гость сегодня Вилли Токарев продолжаем разговор. Вилли Иванович, меня вот восхитила ваша фраза, что вы не отказываетесь ни от каких предложений, в смысле, куда там, на Северный полюс или там еще куда-то. Это вроде как артист не должен отказываться, потому что в следующий раз не позовут. Нет, нет. А с другой стороны, как-то вот размениваться, там скажут другие, что вот это не чуть что, так сразу и побежишь. Вот это такая очень зыбкая вещь. Нет, для меня это вот что. Если меня зовут мои поклонники, я должен быть у них. Я их люблю. И благодарен, благодарен за то, что они меня зовут. Вот если бы не звали, тогда бы я немножко был огорчен. А так, если зовут, какая разница, где они живут? Это люди, которых я люблю. И всегда буду приезжать туда, где меня зовут. Нет, ну вы же тоже живой человек, ну мало ли, ну как-то, ну я не знаю, ну во-первых, в один день может быть пять предложений, правильно? Да я очень здоровый человек, мне какая разница, я был на мысе Шмидта, я был в таких местах на Дальнем Востоке, что вы не представляете, мы выезжали, завтракали, а приезжали туда и на ходу раздевались, не поужинав, не пообедав, потому что опаздывали на концерт, и прям вот выступали так. И вот это самое главное, люди не должны знать, как ты там, что тебе трудно, если я избрал эту свою стезю, я должен быть соответствовать уровню, понимаете, а не быть избирательным, вот тогда я не хочу, таких людей быстро раскусывает, и они потом, потом они говорят не очень лицемерно, я не хочу, чтобы мне так говорили. Ну это старая школа, это называется, это old school, это действительно так. Но все же, есть у вас какие-то традиции, например, я не знаю, в работе ли, ну я не знаю, там кто-то не бреется, не стрижется, кто-то там, я не знаю, еще там что-то, но помимо 100 грамм вот этих, вот, просто в жизни, или может быть у вас есть традиция, куда-то обязательно раз в год поехать, в какое-то определенное место, вот что-то есть такое, как-то святое, а вот это вот не троньте, это святое. Нет, вот для таких традиций у меня просто нет обстоятельств, потому что мое время, оно все время занято чем-то другим, вот я, завтра, скажем, мне звонят приехать туда, уже нарушено то, что я хотел бы что-то, да, но я об этом не зажалею, потому что моя работа, это мое удовольствие, которое получаю, и мой отдых, я же не встаю на работе, я наоборот, набираюсь сил от зала, когда выходишь, и море улыбок, и потом, когда общение продолжается в течение двух часов, А у вас хватает сил еще после этого со всеми фотографироваться? два часа, у меня минимум два часа, потому что все приходят, автограф, и еще, я свои пластинки никогда не продаю, я их дарю, я беру чемоданы, пластинок, и всем дарю пластинки бесплатно, потому что, и когда ты продашь пластинки, ну, купит их 15-10 человек, там, это одно, а когда ты подаришь, это реклама, это благодарность людей, не потому что они, там, у них нет денег, нет, это моя дань, благодарность людям, что они пришли на мой концерт. Они же, во-первых, пришли уже, билет купили, правильно? И ушли с подарков. Я заплачу еще там пару тысяч долларов, выпущу еще, ну и что? Но я заработал больше на концерте, понимаете? Вот, в этом моя сущность, я, это моя традиция. Ну, где у вас в ближайшее время можно будет? Ближайшее? Послушать, увидеть. Сейчас скажу, будет, вот здесь, в Москве, будет, да, 8 числа, я уезжаю в Сургут, большой концерт там будет, в двух отделениях. Это мой город, где я давно не был, я там был, имел большой успех в то время, а потом будет, это будет, 8 числа, а 9-го будет, день города, здесь, в Москве, где-то, где-то, я не знаю, где, вот. Ну, много площадок будет, но какой-то из них, ищите, Вилли Иванович. А 17-го ноября, между прочим, в спорткомплексе Олимпийский состоится музыкальный марафон, их разгуляем. Да, да, там все встретимся. В Самару, в Самару я лечу, вот, 14-го числа. Ну, вот, постоянно такие вот города, где люди меня знают, и когда ты идешь и по городу, и потом приходишь, они приходят за кулисы, просят вот эти, вот эти, вот эти песни. Я, конечно, хочу им всегда сделать так, как они хотят, потому что я понимаю их, людей, и даже меняю программу иногда, потому что люди, они обидчивые некоторые, их нельзя обижать, никогда, и я этого не делаю. А я вот смотрю на вас и думаю, всем бы россиянам такой пенсии, как вам, как у вас, у вас, что вы такая активная, и в работе, и хорошо, в любви, прекрасно. Я невероятно рада вас видеть. Спасибо. Желаю вам всего самого, доброго, прощаюсь с вами, друзья, до следующей недели, до вторника, будет здорово, интересно. Вань, спасибо тебе большое. А завершает нашу сегодняшнюю встречу песня «Ты и я». «Ты и я». Два слова какие-то. Это для вас, дорогие, мои поклонники, кто любит друг друга и не может быть без друг друга. Вам, дорогие влюбленные, звучит моя песня «Ты и я». Вы знаете ее имя, вы слышали ее голос, теперь она снова с вами. Пультовая радиоведущая Ксения Стриж в программе «Стриж-тай». Ксения Стриж Ксения Стриж «Стриж-тай».